Квартиру по улице Курчатова, 28, затапливает на протяжении трёх лет. Сначала хозяйка увидела небольшую протечку в потолке, но не обратила на неё внимания. Зимой 2020 года ситуация сильно усугубилась. Сверху потекли потоки воды. И первое, что сделала Юлия, обратилась за помощью в ЖЭК. Кровельщики сделали необходимую работу, но через некоторое время, в период таяния снега, крыша снова стала протекать. Здесь уже совсем прям потоп начался. Мне пришлось вызывать техника-инженера и звонить главному инженеру лично, вызывать мастера по текущему ремонту, писать губернатору в Инстаграм. Кстати, спасибо ему большое. Он сразу отреагировал. И был у меня ответ, что мою заявку направят в ведомство. В результате усилий Юлии рабочие снова взялись за крышу. Но радоваться долго не пришлось. В конце декабря семья Юлии в который раз начала жизнь с тазиками и тряпками. О своей проблеме хозяйка сообщала и в местную прокуратуру. Я не могу сказать, что все молчат, они реагируют. И когда звонишь главному инженеру ЖКХ, он тут же присылает людей, они чистят, смотрят. Он сам лично приходит. Но по факту, получается, что никаких изменений нет. Юлия отметила, что в доме есть протечки и в других подъездах. В разговоре с главным инженером МУП «Центр ЖКХ» выяснилось, что в доме с 91-го года ни разу не было капитального ремонта крыши. Срок эффективной эксплуатации кровли этого типа, согласно нормативам, превышен в три раза. Единственное, что в силах сделать ЖКХ, это выполнить текущие работы. Сейчас сотрудники выявили и устраняют дополнительные места, которые могут быть причиной протечки кровли. Единственное, нужно понимать, что какое-то остаточное время капать еще будет. Это, так сказать, набранная влага в строительных конструкциях. И у нас над каждой квартирой, то есть в вертикальной проекции, выполняется текущий ремонт покрытия. Но еще раз повторюсь, текущий ремонт покрытия – это не капитальный ремонт. Никто не даст гарантии, что не потечет, скажем, за границами этого ремонта. Также Константин Зайцев отметил, что жители дома могут повлиять на сроки начала капитального ремонта. Для этого нужно провести собрание собственников, собрать необходимые подписи и документы и отправить их в фонд капитального ремонта Нижегородской области. Сейчас сроки капитального ремонта крыш домов запланированы примерно на 2032-2036 годы. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24.